Ну здрасьте всем! В перерыве между съемками ролика про самодельный пресс для мастерской мне пришла посылка с регулятором оборотов для коллекторного двигателя. Я обещал снять про него ролик и рассказать как его подключить и немного доработать. Посылка пришла в немного помятой картонной коробке, а сам регулятор был завернут в творчатую пленку. На передней панели располагается выключатель питания, светодиод и переменный резистор регулировки оборотов. Сбоку есть схема подключения, а на задней панели клеммная колодка для сетевого шнура. Ну что, не будем тянуть и приступим к разборке этого девайса для небольшой доработки. Для этого нужно прорезать наклейки и отковырнуть заднюю крышку. Она держится на защелках и вытянуть плату из корпуса. Чтоб крышка не мешала, нужно отсоединить перемычку и снять ее. Для удобства работы также нужно отсоединить фишку с проводами, которые идут на переднюю панель. На самой плате есть симистор, который управляет мотором и на нем стоит небольшой радиатор. Честно сказать, я был удивлен, что он вообще там есть и часто его вообще не ставят. Кстати, прикручен он без термопасты. Так вот, суд доработки состоит в замене или установке радиатора большего размера. По маркировке здесь установлен симистор BT137 с максимальным средним значением тока 8 Ампер. Это вроде как нормально, но для подстраховки, учитывая, что детали китайские и особенно когда мотор будет долгое время работать под нагрузкой, лучше сделать нормальный отвод тепла. Сама плата выполнена довольно неплохо, но видно провода паял сильно уставший или сонный китаец. Видны следы припоя на самой плате и на проводах. Но это мелочи и вернемся к переделке. Нашел в запасах радиатор от компьютерного блока питания и вырезал из него подходящий по размеру кусочек. В корпусе достаточно места для такого радиатора. Перед установкой желательно нанести термопасту, но у меня ее нет, поэтому так. Теперь устанавливаем плату в корпус, защелкиваем заднюю крышку и прикручиваем перемычку. Вот собственно и все. Регулятор доработан и теперь нужно собрать некоторые компоненты для подключения. А именно нам нужен сетевой шнур, мотор на котором будем проводить тест и провода с изолированными клеммами типа мамы. Сетевой шнур подключается на клеммную колодку расположенную на задней крышке. Напротив есть соответствующая надпись. Перемычку мы не трогаем. На боковой панели есть наклейка со схемой подключения. Давайте разберемся. Видно, что здесь нарисован моторчик с расположенным сзади тоходатчиком. Он подключается к регулятору двумя синими проводами. Полярность здесь не особо важна. Теперь мотор. На этой штуковине нарисовано, что нужно подключить три провода. Белый, зеленый и красный. Хрен его знает, какие моторы китайцы таким образом подключают, но для наших целей нужен зеленый и красный. Остальное лишнее. Погнали подключать. Так как ответной фишки у меня не оказалось, провода беспощадно откусываю и пока занимаюсь скруткой проводов, в этом месте появится подсказка. По ней можно ознакомиться с роликом про определение выводов, подключению и реверсированию таких моторов. Будет полезно прокачаться в этой теме. Кстати, интересный факт. По статистике 92 процента зрителей моего канала на него не подписаны. Да-да, там внизу есть кнопочки подписаться, поделиться с друзьями и обязательно нажать колокольчик, чтобы быть в теме и не пропускать новые ролики. Ну а у меня почти все готово. Осталось подкинуть сетевой шнур и подключить фишки к мотору. Кстати, провода я подобрал по цвету. Два синеньких подключаем к таходатчику, у меня это две верхние клеммы, а красный и зеленый подключаем к обмоткам. Один провод к обмотке статора, второй провод к обмотке ротора, она же щетка. Вторые концы обмоток соединить между собой перемычкой. Ну и вот и все подключение. Ну и для наглядности прицеплю кусок изоленты на вал мотора. Ну что, заценим, что покажет этот регулятор и будет ли он держать нагрузку, а я его постараюсь остановить. Редактор субтитров А.Семкин Ну, вроде обороты регулируются, теперь попробую как он держит обороты под нагрузки. Мотор справляется, но что-то мне подсказывают, что нужно нормально его так нагрузить. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, вот это силище. Я даже не ожидал такого результата. Регулятор работает корректно, обороты регулируют, нагрузку держат. Вполне себе рабочая штука. Кстати, сбоку есть небольшое отверстие. Там находится подстроечный резистор для регулировки мотора под конкретные условия работы. Настроиться как вам нужно. Ну а изготовление прессы идет полным ходом. Как обычно, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок